Рядовой солдат, офицер, медик. В музее военно-исторической миниатюры появились новые экспонаты. Фигурки пополнили стенды, посвященные Великой Отечественной войне. Большинство новых экспонатов относятся ко второму периоду войны после 1943 года. Наконец-то мы нашли, все-таки нашли, это Катюшу, которой долго-долго у нас не было, на базе ЗИС-151. И вот она наконец-то появилась. Очень радостное событие для нас. Ну, потому что, как бы, в нашем городе мы знаем, что делают для нее некоторые изделия, которые потом громили нашего врага, а самой модели не было. Вот теперь она наконец-то появилась. Также дополнили стенд с историей советского солдатика. Миниатюры взяли из архива музея. Некоторым экспонатам больше 40 лет. Быть может, кто-то из посетителей, взглянув на него, вспомнит, как сам играл такими в детстве, рассказал Вячеслав Викторович. В диораме штурм Берлина обновили солдатиков советской армии. Ее оформление завершат, когда в музей поступят солдатики немецкой армии. Мы можем рассказать не только о самих солдатиках, но и о самих событиях. Например, о событии и самого штурма Берлина, и штурма Рейхстага, и что было после этого штурма, и что было до. Это очень интересно. Предлагаю ребятам прийти и посмотреть, что у нас есть. Макет Рейхстага изготовили воспитанники детской школы искусств. Среди новых экспонатов знаменосец со знаменной группой. На площади стоят подбитые танки. Расстановка фигурок создаёт динамичную картину событий. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24.